В 2017 году в соответствии с поправками закон Нижегородской области о мерах социальной поддержки, живущей в Сарове ветераны труда, чей доход выше 20 800 рублей, лишились ряда льгот. В том числе это ежемесячная денежная выплата в размере 557 рублей и ежемесячная денежная компенсация. 50% платы за жилое помещение в пределах социальной нормы. Такое решение вызвало напряженность в городе. Вопрос пытались решить, направив в область обращение еще в 2018 году, но получили отказ. Сейчас Александр Тихонов хочет направить очередное депутатское обращение, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Этот вопрос обсудили на заседании планового бюджетного комитета. Самого Александра Михайловича на встрече не было, но выступили приглашенные представители ветеранских объединений. Мы порядка трех миллиардов перечисляем налогов на бюджет российский, областной. Та сумма, которая нашим ветеранам на выплаты, я не думаю, что в область так сильно объединяет, но они же придут нашим жителям города. В Саров уже много лет глубокий донор областного бюджета. За последние семь лет налоговые отчисления с нашей территории превысили поступление из областного бюджета на 14 миллиардов, в среднем на 2 миллиарда в год. При этом наши ветераны живут далеко не богато. Когда разговариваешь с ветеранами, действительно сидят копейки и считают. Кто-то отключает телефон, чтобы лишние деньги не платить, кто-то на чем-то другом экономит там, ну и так далее, и так далее. Пенсия работников НЕФ в среднем выше, чем пенсия сотрудника какой-то организации, например, Дзержинска. Из-за этого и выходит, что те, кто получает 18-19 тысяч, имеют право на льготы, в том числе и льготы на квартплату. А те, кто получает не намного больше, около 21 тысячи, этих льгот лишены. При этом уровень жизни и цены в нашем городе выше, чем по области. Закон был принят не просто как некое восстановление социальной справедливости или уравнил. Это был закон, прямо направленный против Сарова. Ну вот откровенно говоря, да, потому что прокуратура, постоянные суды с губернатором, в первую очередь, да, с правительством Нижегородской области, привели к тому, что ветеран атомной энергетики и промышленности был приравнен к ветерану труда. Соответственно, что сделало правительство? Правильно ввело отсечение, верхнюю планку установило. И по кому больше всех шарахнул? Правильно по Сарову. Депутаты решили создать рабочую группу по этому вопросу, куда войдут представители Думы, администрации, внеев и ветераны. Результатом ее работы станет обращение к губернатору, чтобы либо вернуть надбавки Сарову, либо поднять верхнюю планку нуждаемости. Екатерина Опенова, Евгений Шевцов, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.